у нас все записывается выставляется в интернет я предупреждаю всегда не против я пожизненно с вами заключил давно еще соглашение что я всегда за да потому что говорим о добром нам чего бояться это прячутся это алименты платят прячется от жен своих любимых я звоню по такому вопросу вы в восемьдесят втором году 1982 году 30 сентября как я из записи услышал встречались александром меня с отцом и я эту беседу прослушал только вчера вчера начал слушать сегодня прослушал утром еще до конца и у меня возник к вам ряд вопросов относительно александра менее и того как вы оцениваете вообще в состоянии в котором он был то в состоянии которым он отошел к господу когда его убили там но а главное это по содержанию беседы я хотел бы с вами пройтись кратко хотела задать вопросы вам я если правильно понял вас то основное почему вы приехали к нему это даже не его труды которые вы не читали на тот момент а это то что плоды его трудов которые вашего зятя владимира привели к тому что он будучи практически неверующим стал хуже еретика рассуждать прочитав книгу отца александра я правильно понимаю я к нему специально не ездил это я был там и встретился с людьми которые его знают близко встреча произошла я у него исповедовался это одна встреча только осталось записано же кгб это все изымали все порубили но это каким-то чудом сохранилась одна у меня с отцом глебом якуниным 16 часов интервью еще все еще не опубликовано а он всем летом а в лагерях пробыл ну был в государственной думе что с ним делали у меня еще две с половиной тысячи примерно часов не опубликовано записях я с магнитопоном ездил всегда слушаю так это происходит в новой деревне вот там я так понял вторым священником служил в храме да да ответ при первом или вторым я сказать не могу но он не настоятель я так понял и мне это абсолютно безразлично поэтому я никогда не слушал и не знал мне это не надо 2 3 если он свободный он говорит что знает и все он был свободный в слове да это видно что он все-таки да более относительно свободный вы на тот момент вас уже один раз советская власть сажала за то что вы распространяли и архипелаг гулак и другие и слово божие вы так я понял начитали уже к тому моменту и златоуста материала мне инкриминировалось 22 это да на момент встречи вы уже все начитали это и и так далее да то есть это уже вы я на насчитал распространял у меня тонн студия была где-то 16 магнитопонов я купил маяк 205 он стоил 320 рублей один аппарат вот он стоит сейчас 320 а месячная зарплата у меня было 72 рубля и вот представь один даже магнитопон купить а мне надо было тогда их 14 а потом все это нашелся мастер 1 1 1 1 кнопка все включаются 1 останавливается трудилов было шумело со всей стороны доставали пленки а больше пяти в руки не давали катушки 375 метров звучание 8 часов 20 минут вы ваше знание вот так если взять вот так попрошу вас оценить приблизительно на момент встречи с отцом александром меня это был некий пик знаний планет начитанности или потом еще увеличение было не могу даже сказать то время как это сентябрь уже был нет каком году это было 1982 у меня второй раз арестует 86 будет у меня самый подъем здесь был почему власть уже не могла терпеть в 80-м когда была олимпиада в москве подобрали всех на кого не надеяли чтобы не было встречи с иностранцами и отсидел то разу все это ушло и освободили вот а 86 год впереди это у меня уже лагерем загремел так что для этого понятно хорошо теперь по беседе вот он я так понял естественно первый раз вас видит и он говорит вы расскажите о себе но вы ему ни слова не сказали что вы там начитали библию златоуста то есть вы как бы понятно что это не у вас интервью то берут а вы берете и вы не стали видимо распространяться об этом но он с вами беседует как будто бы вы ну не то что новоначальный но вы и сами сказали что я вам буду простые вопросы задавать у нас первая встреча понятно но он как бы в процессе интервью я так понял начинает понимать что перед ним непростой какой-то там прихожанин то сидит не рядовой у него как глаза открываются да правильно я понял на вас говорит у меня там вот так вот микрофон за мной интервью у меня понятно вот тем не менее вы он вас когда спрашивает расскажите про себя вы говорите что я верил в бога мать привила вот этот страх а потом получил когда библию то вот я прочел и вот это меня коснулась у вас это поворотная была точка а когда вы ему такой же вопрос задали он говорит я с молоком матери то есть личной встречи со христом он про нее не рассказал не через библию а с молоком матери вот это как вы оцениваете как это понять как как сказал так понимать теперь сюда без добавлять что-то чтобы я не сказал доказательств никаких не будет то то что там есть то то есть но я понял что библия для него не является никаким авторитетом переведено неправильно надо там смотреть надо то другое и он эволюционист верить что человек не был сотворен а там счет для меня это безумие просто и поэтому я не спрашивал для меня все понятно было библия в нем никогда переборота никакого не делал он знал что она есть она у него была обыкновенная книга все а для меня то это была вспышка высотой до неба вот по интервью тоже первый один из первых вопросов если выписал здесь вы говорите выясняется что его фамилия переводится как налим он сам об этом говорит про налима я толком ничего не помню кроме того что он такой на угря похожий и в пресной воде только водится скользкий скользкий очень изменил походе также и если по закону который был ветхом завете есть нельзя у них чешуи нету понятно и вы там говорите вот у вас родители выяснилось что он еврей по национальности родители оба евреи вы говорите ну я правильно понимаю что сейчас еврейский народ его чаяния вот эти вы их там разделяете или как или нет и он как бы говорит что мне все народы близки то есть он не понял вопрос вы ему говорите они ждут антихриста воцарить конкретно и тут он как-то говорит да это там никто не ждет это единицы там они все большинстве неверующие но он был неправ мы уже видим сейчас что много кто ждет то он никогда вопрос эти не слышал и он уклонялся потому что он среди них работал а всяком шаг право влево считается за побег поэтому я не достаивал что я понимал так хотел чтобы услышать от него вот я видел видел что он как бы постоянно ускальзывал вот почему на лимпе как бы не отвечал даже вы где-то его прямо говорите нет вы прямо ответе он не все равно хорошо дальше пойдем мне понравилось как и вам как я понял и она не может не понравится что псевдоним и отчислений никаких не было и псевдоним это не он себе придумала ему там навесили это мне понравилось там где печатал это хорошо а с это судьба этого взять владимира она какова дальнейшая ну как каково каково вот потерявки это было записывал который мне против то там в семью то ходили он и есть он и есть все понял так потом значит была речь про иону в очреве кита совершенно очевидно что это не притча но он все равно упирается на то что как бы вот богословы вы тут решили столько лет работали это притча для меня это для меня это когда он так говорит это значит я понимал у него веры не было бы там совершенно раз вера нету а спасение речи не шла вы ему прямо говорите опять же вопрос задаете вот человек прочитал ваш труд ваш труд прочитал и потом он начинает колебаться верой той он он говорит так что моя цель была утвердить людей в вере в бога а вы ему говорите о плоды другие на деле вот человек конкретно прочел вот я знаю да и он начал не тоже колебаться вообще там хуже еретиков рассуждать и и ставить под сомнению вообще всю библию вот он говорит нет это он неверно естественно сделал но вопрос то что современные богословы многие люди которые вокруг богословов крутятся они примерно тем же самым занимаются чем арестец александр они по большому счету подталкивают от простого человека верующего в простоте да а к тому чтобы начать сомневаться в основу в которую он верит какой-то золотой путь вы здесь вообще видите вот я вот видишь как говорил то раз записывалась он понимал что это пойдет дальше на тяка я вел когда передачи по радио то ее разбили там мне кажется еще было до второго ареста 6 передачи кажется сделали ну а меня еще там нас насели некоторые говорят вот видите как вот вы смотрю слетели у меня голуби мне надо убрать и подожди минуточку по буквально сейчас хорошо еще еще нибудь задавай вопросы там я сейчас пока я беру говорю тут вот я еще послушал он говорит я сжег десять тысяч страниц то что написал уже интересно писал и сжигал с одной стороны это говорит о том что он стремился какому-то совершенству с другой стороны что он колебался стоит не стоит может быть тут можно и хорошие и плохие вещи рассмотреть потому что либо он смотрел на то как пострадать ему придется за это или нет не знаю что здесь вообще в этом усматривать что он столько страниц сжег это большое количество десять тысяч женщин непонятно тоже не задашь ему сейчас этот вопрос так все убрал голубей ты меня видел голубей то доведел они летали даже когда вы начинаю говорить они сидели верху а сейчас мы слетели а тут сейчас володя придет позвонит чтобы не наступить я их клетку посадил вот так так вот это то что богословы делают и потом люди начинают под сомнение всю библию ставить какой золотой путь то тут с одной стороны изучать то надо же а с другой стороны не лезть туда куда не надо лезть и они видимо не может ну и могут остановиться в чем тут причина то непонятно причина то пленение пленение разум называя себя мудрыми обезумели вот и все полностью господь отнимается она зациклилась он а вот там не так а вот там перевод надо же переводить надо с английского то есть на днях у меня такой же зашел один это одержимость как господь говорит он живой говорит тем более легко докажу любому докажу что синодальный перевод лучший за всю мировую историю переводили четыре духовной академии он же мне сам сказал что таких как папский герасим петрович там хворцын данил абрамович таких нет переводчиков сейчас а хотя сам еврей работает с оригиналами такие у него энциклопедические познания а здесь он больно думе с и поэтому когда случилось что его зарубили я говорил по моему мнению где этот убийца его не могли найти а я назвал даже общество где есть которые там ненавидели я знаком с ним вот так но они как только убили меня сразу телеграмму дали в этот же день ну может быть думали что приеду ну а что бы я там делал то нас много фотографировали но что интересно у меня ни одной фотографии нету фотограф то ему надо было отрабатывать а он как ушел его больше нигде нет видно профессиональный такой все где но не не было ни одной фотографии я не знаю где-то они есть конечно где-то а у вас вообще с ним была одна беседа или несколько несколько бесед было я даже не знаю сколько было понятно а вы в москве как-то оказались просто до в это время я в москву приезжал там кажется зоя крахмальника встречался которая отбывала в это в этом же месте у нас барнауле так вот складывалось как то что разные люди были известны отец димитрий дудко близкая была знакома вот глеб якунин александр то есть такая вот очень элита сказать в религиозном плане но я не но они все понимали что мне многое бог открыл то есть было рождение свыше а говорить о крещении духом святым они даже не слышали не знают он пришел там самые грамотные люди приходят они посещают попьют мы заходим где беседа должна быть а там лет семьдесят пять бабка сидит и курит а то его прихожанка видно я вон стал говорит он еще особенно курит ну пусть курит она сидит смолит почем зря это кстати следующий вопрос мой один из следующих вопросов ну сейчас давайте уже обсудим будем шаблонами следующие про это тогда он говорит у меня говорит нету харизмы обличителя и дальше он изображает обличителя как он себе это видит он говорит да будьте вы все там ну и понятно дальше то есть он видит обличитель это какой-то дурачок такой вылез на коне шашкой и всех сейчас порубит и в таком дерзком тоне все это изображает то есть ему ни один пророк ему не нравится не христос который обличал он это ничего не берет как будто в счет да и он начинает да будьте вы все там то есть игорь то у меня этого духа нету а что это значит у тебя нету духа обличителя когда ты пастырь ты же должен овец как-то пасти она не туда пошла ты должен в загон ее вернуть к стаду я как-то неправильно заложено было алик алик там мать его и сама обстановка где он встречался прямо уже не проникал туда но вот эта элита московская диванное христианство это его полигон понятно просто непонятно как а также про и питьевью там речь была и он сказал что он не накладывает долгие отлучения как это отцы постановили я сам это решаю на своем уровне он лишь поэтому всем хороший хороший а начни-ка с говори да обречать это и сразу звенитишься и все а у нас то так не принято вот сегодня эта беседа-то была томата анаид армянка это а игоря что-то там и она тут же выставила что я я поблагодарила бога этом нет там там такого никак он сразу ставит преграду и но тут мы вот там чай пьет видно ложечки стучит ну понятно то есть вот то что она и сделала кстати говоря есть такой серафим сашлиф у него канал серафим я не знаю вы видели нет интервью там берет такой молодой он хотел тоже с вами пообщаться я представляете сейчас пошел храм и раз он ко мне подходит но мы по переписке то знакомы а так он подходит все поздоровались а идет еще богослужение я его говорю ты в храме никогда больше не разговаривал мне насчет начинает там говорить что-то но ты меня прости я там вчера что-то те сказал не то я могу ты храме не разговаривай зачем ты это делаешь и он вместо того чтоб как она и то отреагировать правильно да как христианин он бы сказал хорошее дело правильно зачем я здесь фрами разговаривают богослужение живет он мне говорит да тут как не разговаривать тут женщина пришла на первый раз на исповедь пришла мне нужно ей наоборот рассказывать что происходит то есть человек не может принять он вот как вы показали 1 сразу вот так я-то не на исповедь первый раз пришел что ты со мной ты разговариваешь люди молятся ты отвлекаешь он должен был сказать, да, брат, прости, не должен я разговаривать, и все. Потом она на исповедь пришла первый раз. Если она ничего не знает, что она тогда пришла? То есть куча вопросов возникает, и он ни на один не ответит нормально. То есть разговаривать не надо в храме во время богослужения. Но он вместо того, чтобы принять, он начинает вот так сразу. Раз. Все. Он сразу мне. Ну, начинается. А она, видите, она вот как христианка себя ведет. Ей сделали замечание, она сразу все, и дальше пошла, приняла. И такие люди духовно расти и быстро будет, я думаю. Значит, дальше он говорит. Вы ему все про соблазн говорите, и про то, что какой ему ответ нужен дать перед Богом, если одна душа по его небрежности погибнет, что соблазнится от его труду. Он говорит на это. Человек молится, ну, то есть про себя, надеется, что через меня не придет соблазн. И больше он говорит, ничего не может сделать. То есть подразумевает он, что он когда помолился, все, что он дальше пишет, это уже Господь выправляет сам, что ли, я что-то не понимаю, или как? Да никак, это просто так, отговорка, отбросил и все. Это ты это сказал. Написано, означает твой голос, запечатленный буквами. А теперь ты говоришь там, в другом месте. А он на полном серьезе это понял, что Иисус Бог в это не верит. Это мессианство у евреев. Что он является лицом второй троицы, это в это не верит. У нас была одна такая в общине, но она не была членом общины. Фаина Соломоновна Королева. Так, дальше он говорит, вы ему опять же говорите, ну все-таки настаивайте на том, что ну как же так-то, он говорит, ну тысячи людей там пришли, и ну вы говорите, ну если один будет проклинать Бога за то, что от тебя слышал, то это может быть все тысячи эти нивелируют. Но тут он говорит, будет Господь судить, уже смотрит. Ладно, тут мы согласимся с ним. Но дальше интересно, он говорит, вещь, что если, вы ему говорите, а если поколебался человеком вере и вообще ушел из церкви? Ну он говорит, ну если он поголебался, значит у него веры не было вообще. Вот как. Интересная тоже позиция. То есть человек ищет духовного чего-то, он находит вроде книги, вот отец такой известный, все сейчас почитаю, укреплюсь в вере, как он сам ставит цели. А потом начинает колебаться, и он ему говорит, ну ты заколебался, значит ты неверующий, все, отойди в сторону. Так а в неверие-то ты его и привел. Вот о чем и речь. Да. То есть сшибать то, что не надо трогать даже, подходить святое, и потом говорить, что это ты сам виноват, что оно у тебя сшиблось. Вот это я тоже, как отговорка какую-то. Так, ладно. Отцы сказали, А, вот, это тоже у меня, это вообще просто невероятное хамство какое-то. Отцы сказали, я могу дремать. То есть он как бы всех святых отцов говорит, да-да, вот вы сказали, но я теперь сам скажу, я сам скажу. А говорит, принимать то, что святые отцы сказали, и сам дремать на печи, он сказал, на печи, это, типа, неправильно, так христианин не должен поступать. Но я не видел ни одного святого отца, чтобы он сказал, и потом можно было на печи дремать. Христианин, это же всегда бодрствование и дела. Как это так? Я не понимаю вообще это тоже. Нет его. Его бы спросили. Вопрос-то не ко мне. Я даже не стал спорить с ним, потому что я нахожусь у него в гостях, и поэтому, что же я буду говорить-то? Я вам сейчас сразу скажу, что как вы взяли интервью, лучше я не знаю, кто бы взял вообще. Полностью на 100% с вами согласен по всему. У меня проповеди его записаны где-то на 16 часов в храме. В общем-то он так и говорит. Она и паства такая. Каков поп, таков приход. Язык богослужения. Тут полностью сошлись с ним, что должен быть понятный язык богослужения. У него даже, ты так понял, в духовник, он часть апостольского, апостольское чтение все на русском читал. Тут вопросов не было. Два алтаря вы ему сказали у вас. Он говорит, нет, у нас один алтарь. Вы говорите, нет, у вас два алтаря. Один церковная лавка, торговля идет, второй основной. Но тут он, я думаю, понял, что вы не простец какой-то. И он говорит, когда я был, я вынес, а сейчас я не настоятель. тоже ему положительный может быть за это, что он вынес. Дальше вы ему говорите про то, что он говорит, что вообще про обличение, что это щекотать слону пером в ухе. И вы ему говорите, ну это же не наркомат какой-то там вашу пасту воспитывает. Как бы намекая на то, как я понял, не знаю, поправьте, если неправильно, что если прихожане бы понимали, что торговля в храме запрещена Богом, то они бы не покупали, не участвовали в этом. Ты же поповедник, ты им скажи об этом, и все прекратится. Да. Да это сейчас там этот, молитва. Ну да. Вот. То есть правильно я понял, что как проповедник, даже если он не настоятель, он может влиять все равно на положение дел. Ну конечно. Так, каноны пошли вы. Ну право, право, вот такие простые вопросы, действительно. Каноны. Он говорит, это средневековые талмудисты не евангельского духа составляли. И приводит Григория Богослова, который в 381 году, Второй Селинский собор, якобы встал, сказал, говорит, это стая галок, мне тут делать нечего, и вышел. Как это можно прокомментировать? Никак. Как было это событие, которое было, он видит, что они щипают его со всех сторон. Махнул рукой и вышел. Мне это руководство не нужно. Вы не слушайте, я сам так делал. Я спросил, вам нужно, чтобы я продолжал? Не надо. У меня времени нет, чтобы сидеть с вами, рассмысуливать-то. И все. А еще он, что он сказал галки, так и так понятно, они с черным одеты. А мы можем с вами сейчас сделать вывод, что как неправильно Владимир, ваш, можно сказать, родственник, воспринял его книги и начал колебаться в вере, так он неправильно воспринял то, что Григорий Богослов встал, сказал галки, и теперь все Вселенские соборы перечеркиваем на этом основании. Нет, к тому не относятся. Его даже поминать не надо. Он что-то там такое ухватил, вот это мирское, по-мирски это, отключения от мира у него не было. Дружба с миром, вражда против Бога, это нет, они дружат с миром. Вот это главная беда. А внутренняя там вражда против Бога была. Ну, а тот, сколько он знал, такой был непослушный, про это и говорить не надо. Нет, я имею в виду, что Александр Мень, он как будто бы взял вот это то, что Григорий Богослов встал и сказал про галок, и применил это на все Вселенские соборы, и сказал, что там вообще галки собираются не евангельского духа, и что они там напринимали, это все выкинуть надо. Вот почему. Может быть, он так и не думал, но брякнул, вот и все. Я думаю, что в Ашане не было, и Петемии ни одно не накладывает, он губит людей, и поэтому по златоуству он губитель. Понятно. Вы дальше ему задали вопрос, ну как же тогда соборная апостольская церковь, символе веры? Он тут же парировал, говорит, Кафаликус это вселенская, а не соборная. Но дальше можно было опять его продавить и сказать, ну а вселенская церковь в чем? Но вы этого не стали делать уже, я понимаю. Суть-то не меняется, вселенская церковь в чем? У него много бесед, у него там люди работают, ну и вот это вот обогатворение, то как они к нему относятся. А потом мне в интернете скинули, говорят, вот я встретил человека, на меня, такой интересный, как он с отцом Александром, а у него целая студия там осталась, люди собирают, ну когда что-то там, что написал, что сказал где-то. Но дальше ничего не было написано. Но они понимали, что то интервью, оно буквально все остальное валит на бок. Понятно. И еще буквально два вопроса. Вы как раз ему там говорите, причем, по-моему, не один раз. Я один раз всего прослушал, поэтому могу ошибиться, что я вам не просто так здесь эти вопросы задаю, а может быть, что-то в вашей жизни после этого изменится. То есть вы по любви к нему пришли, можно сказать, и обличить его в том числе. Конечно, да. Да. А как вы думаете, по тому, что вы, может быть, переписку с ним какую-то имели или что-то слышали, как-то это повлияло? Чего-то ничего не было. Я понял, там непробиваемо и делать нечего. Я распрощался, благословили, я уехал, все, больше не встречались. Это, кажется, первое. Тогда еще были встречи после этого. Но такие были на этом уровне, я не уезжал. В Москве там какое-то время околачивался. У отца Дмитрия Дудкова. Вот эта вся московская интеллигенция, это для них. И они ни одного вопроса ему не задают. Ну-ка, батюшка сказал, батюшка сказал. Что сказал? Как свернуть там? Я уже, беседа-то, она не может продолжаться 10 часов. Я бы еще многое задал, но я взял то, что уже явно никуда не пролазит. Поэтому конфессия, динаминация, вот эти названия поганые или вот у православных окормлять. Я говорю, ты в словарь посмотри, окормлять, написано отравлять, перекармливать. Зачем же вы эти слова-то берете? Самое поганое. Да, мне Андрей Юрьевич протоиерей говорит, окормлять, это когда корму корабля в ту сторону, куда надо, направляют. Нет, нет, окормлять, отравлять. Я бы смотрел в словарь тоже. Ну да. Ну вот так. Так, понятно. Когда передача была из этих наших встреч, и в это время звонки пошли в редакцию, как вы можете с таким человеком популярным, вы так разговариваете, я говорю, я могу, а вы не можете, вы пинаете мертвого. А я разговариваю с живым. Он возражает, он не согласен, где, а с живым я имею право разговаривать, хоть патриарх, хоть кто будь. Тем более, своего я не искал, никакой льготы. Ну вы о душе заботились, я это вижу прям по интервью, даже по одному. Конечно, потому что люди слышали. Да, на другой встрече у нас там другие люди были. Там сестра была. Тут Борисова были двое, Лидия, а ее звать Лидия, а он, кажется, Александр. И они уезжали в Америку, и он сказал, больше мы с вами не встретимся. И когда я в Америке был, им звонил, они уже знали, что он погиб. Ну у них так и семья развалилась, я с ними разговаривал. Ну вот они меня с ним смели. Они ставили тогда ну там снимки, отдельные кадрики на стенку, наводить кадрик, и дальше комментарии. И вот она там, голос ее и его, какой-то они там фильм ставили на два голоса. А в это время руками прокручиваешь и кадры на стене, по одному кадру, недвижимые. И вот она как раз была у него близкой помощник. Они меня туда звели, дали велосипед, и мы вместе поехали. По городу, по Москве на велосипеде ездил. Да, я тоже, кстати, езжу по городу на Москве, в Москве на велосипеде. Понятно. Он еще там такое говорит в конце, что, ну понятно, что он говорит, что если бы я был настоятель, а если бы я был архиерей, а если бы я был патриарх, это сегодня одно и то же, как будто бы все повторяют. Ну а если... Я говорил, может быть, чтобы из этого народа был патриарх. Ну и как он отвечает? У нас-то это было, когда еврейка здесь, ну что-то там у нее было. И она, когда ушла, она мне пишет. А у них такой есть журнал, Лихаим. И заголовок там такой, жиды, жиды, везде жиды. Она мне написала, вы любого жида за поезд заткнете. В вашем одеянии, прикидя на таком... Ну, отношение-то хорошее были-то. Ну и она показала, что... Ну вот так и здесь. Я надо там не насажался, говорил свободно, не придумал фразы никакие. Я... Чем болела душа, видя вот это безобразие, я ему и задал. Тем более, я через них уже о нем что-то знал. Вот эти, которые были, Борисова. Как кажется, фамилия. Еще про экуменизм. Там зашла речь, и он это как бы поддерживает, но он экуменизм понимает, как доступное богослужение, как я понял, опять же, я по интервью только сужу, как перевод там на язык, а я понимаю экуменизм, как всеядность, например. То есть ты... Да, да, да. Хорошие, если у человека там ездят, то почему не взять? Я хорошее беру отовсюду. Хорошие, если у адвентистов седьмого дня, у баптистов, у пистятников, ну только маленько, но они остаются еретиками. Но они обратили на это внимание, свидетели Юговы, даже я от них беру что-то, я сидел с ними в лагере. Я с людьми, которые говорил, я лично встречался не однажды. И поэтому у меня в воздухе не висели слова с отцом Дмитрием Дудковым, беседы какие были, неопубликованные. Там настолько было... Можно их отцифровать? Как что-то... Яков Кротов, знаете? Знаю, знаю. Заряди у него Яков Кротов, Игнатий Лапкин, Дудков. Вот эти слова напиши. И он там из моих материалов берет, когда я у них там был. Ты не оторвешься, считать будешь. Угу, угу. Яков Крот, Игнатий Лапкин и Дудков. Чтобы тебя сразу... Ну, я сразу Кротов, да. А Кротов, он вообще верующий? Я что-то... Я думаю, да, это священник. Какой-то он, не знаю, его где руку положили, что-то я там смотрел, ничего не понял. В конце экрана. Я в это не вникал. Я говорю, что материал он у меня взял у себя, у него как библиотека какая. И он отовсюду это берет и взял то, что я говорил о моей первой встрече с Дудко. Да, есть Игнатий Лапкин. Самый популярный был Дудко. Дудко, отец Дмитрий. Его сын священником сейчас там в Москве. Который как это, не стал вашим духовным отцом, дал вам епитимью спать, лежать до шести утра там. Да, 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 да. Ну, то есть, если Кротовым, поинтересуйся, там увидишь. Понятно. А вот это аудио-то сохранилось у вас в шестнадцать часов. Может, его как-то сделаем, мы отцифруем? Никогда не думал. У меня столько здесь, я встаю вот три часа, иногда там чуть-чуть только. Володя в четыре, сорок встает. Я едва-едва почту перебираю каждый день. Понятно. Ответы должны быть. Не просто, она только пишет, а ответ. А ответ это я должен сколько книг открыть. Вот сейчас вспомнил разу, Кротова, надо туда посмотреть. У меня где-то в книгах это все опубликовано, но вам легче найти так, в интернетной связи. Я уже открыл, да. Я к тому, что это тут вас никто не, наверное, не будет тревожить, а просто вы пленки дали, а там люди займутся, оцифруют. Кто, а то у меня много пленок взяла Гладыщук, Лена, я не знаю, с чем она. А пленки эти, кажется, записаны были в университете, где я вел занятия. Это очень интересно. Начинали мы Царю небесный утешители. Я, кажется, 60 проповедей сказал на эту тему. Расшифровывая эту молитву. А там минут 15-20 перед началом, а два часа занятия в университетах. Поэтому у меня такой огромный материал, потому что сидел один человек, записывал, а потом уезжая, прям принес две коробки и говорит, это я все записал, вам дарю. Все это еще не оцифровано, не описано. То есть там да, понятно. Оно же тлеет со временем. Я вот к чему. Я вот смотрю, сегодня выставил кое-что о крещенском купании. Вы посмотрите, какие ссылки даются. Я же вам скинул сегодня. Да, я еще не посмотрел пока. А не смотреть, надо считать. И которое там указано, нажать, нажми там, какие ролики, какие слова, какие стихи. у меня материалы только, я говорил об этом, и на форуме, там, ой-ой-ой, 1600 тем открыто, тем. В некоторых посещаемость там была, или это, комментариев сколько, тысячи. Да. Ну, это просто зайти и там иметь доступ, посмотреть. Материал, огромный-огромный материал. А еще про меня хотел спросить. Вы в итоге книги его так и не ознакомились с ними? Не разбирались? Нет. Они, которые присылали, я так бегло просмотрел, новые, которые выходили у него, я ничего нового не нахожу, и вижу, везде недостатки. Кумир. Кумир они сделали, а взять еще не могут. Понятно. А он еще говорит, ярлыки на него навешали, всякие враги. А за что ярлыки-то навешивали? Он что-то такое опасное делал, кроме того, что вы увидели. Еще что-то было для других священников. Ничего не было. Но они, которые патриоты российские, там Сысоев, кажется, были, которые, вот этот, Дмитрий Т. Дмитриевич Васильев был, общество память. Вот это оттуда, я думаю, самые были, которые ему ударил. Это, как я знал обстановку, а я у них там был. И был, хорошо знал людей. И как его отношение к этому было. Он один не должен был идти. Но его, как этого, Троцкого, ледорубом сзади. Понятно. Я к тому, что они видели такую же опасность, как вы видели, но вместо обличения, видимо, решили совершенно закончить его. Нет, они видели то, что я видел, но работает он, пусть священником будет, ничего нет такого. Я даже, кажется, исповедовался у него, причащался один раз. но здесь-то другое. Они видели, как если он дальше будет влияние на священников имеет, а их очень много таких, которые были к нему близкие, привязаны, это меняет все православие, другой вид. И они поэтому дерзнули на эту пакость убийцы. Это изберги рода человеческого, предатели. Главное, люди эти наверняка считают себя правыми и хорошими. Ну, а сатана считает правым, зачем бы он боролся? Вот интервью с дьяволом-то он, я не могу, досадить Господу надо, кого-то оторвать, кого-то научить. Но на меня он никак не повлиял, никак, нигде, ни одной минуты. Почему? У меня никогда этого не было. Вот говорят, ни разу вы не колебались, а один говорит, как колебался, когда, говорит, ну, когда партия колебалась, я вместе с ней колебался. про коммунисты. Вот, у меня этого не было, чтобы я с партией колебался. Мне вот как будто бы в один день Господь все заложил в меня, и все. Проходят годы, я кое-что, вот сейчас, только, я выставлял материал, там, барабаш Елена. Вы прочитайте. И сколько человек мне говорил об этом. Она комсомолка была, пионерка, Игорь тоже был, это была бальная пара такая, там, лучшая все. И все-таки где-то он ее сумел подцепить, уговорить, и она поняла, что надо сходить хоть один раз в университет. Считал это? И там красным я выделил. И она говорит, меня больше всего тронуло, что, что я, говорит, незнакомый человек, пришла, только села, я сразу на нее смотрю и начинаю отвечать на ее вопросы. А то сколько раз писали. И при том, у одной семь вопросов было, в том порядке, в котором у меня они были записаны, в этом порядке все по порядку начали отвечать. Как вы могли знать? По сей день не знаю, я ничего не знаю. Язык мой работал, глаза глядели, а я ничего не знал, но я отвечал на них. А как вы, мне кажется, ну тема была другая, да. А почему? Я не могу ответить, но люди никто не... Говорят, да ты не по теме говоришь. Все поняли, что это нужно. Но что именно у ней, это все сложилось, и она поняла, сразу тронуло сердце ее, что это особое что-то. А что? Господь берет негодного пастушенка, пять ему камушков, и галявок вверх ногами. Поэтому у меня столько недругов. Вот это то, что вы сейчас сказали опять, это вообще никто не слышит. Нет, другие, они слышат только как вы говорите, что получилось сделать, а то, что вы хвалитесь Богом при этом, и говорите, что сами негодны, это вообще никто почти не слышит из них. Я говорю, я знать еще не знаю. А что будет когда-то написано? Написано на тысячи людей, это в книге напечатано. От меня-то это не зависит, где, потому что вопросы, ответы, она сама пишет, и помещено, ее адрес, и все. Ну вот от зависти говорят, когда ничего нигде нету. Если я вижу, что-то где-то есть, и это то, чего у меня нету, я только радуюсь и молюсь. Сохрани его, Господи. Защити. Я знаю, сколько у него будет испытаний. 1.29 филиппийцам, прямо Павел пишет, что нам дано, вам, говорит, дано не только веровать, но и страдать за него. Вот и все. Это награда, велика ваша награда, когда будут поносить, злословить. Кого не гнали отцы ваши? Когда Стефана побивали, он говорит. По зависти братья продали отец. Какая зависть? Он, пацаненок маленький. По зависти. Это все из зависти. А вы, я беру 2.18, и якобы, говорит, покажи веру твою, без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Не говорит, что нельзя показывать. город на вершине горы не может укрыться. И поэтому, что он говорит, меня это не касается. Почему? Потому что внутри я для себя не имею никакого превозношения, ничего. У меня даже в мыслях этого нету. Потом, не мое. А иногда, у меня даже один из них знаток, там такие звания, там магистров, и говорит, может вы потому так обречаете, что не имеете духовного образования. Я говорю, как раз это мое преимущество. Меня никто не топтал, не давил. Никакой Осипов, Дворкин на мне неплохал. Я молюсь, у Бога выпрашиваю это. Не распечатывая письма, давайте ответ, говорится. У меня это даже нужды никакой нету. Я знаю, что у меня этого нету. Это не мое. Благодать Божия, а она совершает все это. А как это бывает? Не знаю. Вот я когда показываю стихотворения какие, таких нет стихотворения. 36 строчек в каждом стихотворении и местописание, откуда как. Во время молитвы я вижу проплывает строка. Я ее не вижу этими глазами. Я ее вижу там, что внутри. и тут же сразу записываю. Только кончили, можно глаза завязать и 35 строчек дописываю дальше. Ну, Святая Русь, слышали, поет Виктор? Да, да, хорошая очень, мне нравится. О, сколько. Когда была Святая? Я считаю, когда как будто я первый раз вижу эти стихотворения. Спаси Христос, Игнат Тихонович, что время уделили. Сегодня у нас 19 января 2023 года. Вещение Господне. Почему первые христиане этот праздник выдвигали, не считая Пасхи, на первое место? Начало проповеди Христа. Проповеди. А Рождество было к нему прилеплено в один день. А уже в четвертом веке отделили отдельно. Люди даже не знают про это. А тут и считается во Христа креститесь, а во Христа обрекоститесь. А почему? В этот день крестились люди. Специально. Давали экзамены, сдавали. Ну, с Богом. С Богом. Спаси Христос. Благодарю за беседу. Я посмотрю, там кончили или нет молитвы.